привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и на днях на страницу своего хорошего знакомого евгения скляревского я увидел любопытный вопрос связанный с авиационными и корабельными винтами и обсуждая этот вопрос я понял что по размерам корабельного винта я могу очень быстро оценочно рассчитать мощность машины и обратно по мощности машины узнать размеры винта ну или группы винтов если винтов несколько и вот этими соображениями я хочу с вами в этом ролике поделиться я начну со следующего простого вопроса а с какой скоростью могут двигаться концы лопастей винта для самолета понятно эта скорость не может превышать скорости звука и она несколько меньше ее а что касается винта корабля здесь тоже есть ограничение эта скорость не может боль быть больше той при которой начинается на лопастях активная кавитация образование пузырьков вскипания из-за пониженного давления ну а вообще говоря оба эти как бы предела они следуют из одного и того же соображения ну как бы винт для чего нужен для того чтобы отталкивать воду а при этом отталкивание на двух противоположных поверхностях лопасти создается разность давлений и это разность давлений и толкает ну самолет или судно противоположную сторону ведь это пример реактивного движения а это разность давлений она связана с скоростным напором который обеспечивает этот винт и мы можем написать оценку дельта п с одной стороны а с другой стороны применять его скоростному напору ро в квадрат пополам ну и отсюда характерная скорость с которой отбрасывается жидкость но из которой между прочим и двигаются эти самые концы лопастей это просто двойкой даже в оценке писать не буду корень из дельта п делить народ но для самолета это и получится если мы возьмем дельта п атмосферное давление а ропрутность воздуха мы здесь получим величину порядка скорости звука а для винта работающего в воде плотность среды в тысячу раз больше но мы будем брать дельта п тоже порядка одной атмосферы или чуть меньше пол атмосферы я бы брал и а ну тогда и двойку можно писать все равно буду брать порядка одной атмосферы а плотность в тысячу раз больше стоит квадратный корень из тысячи это 30 значит скорость лопастей в воде она раз 30 меньше чем скорость звука в воздухе там 300 метров в секунду делим на 30 получаем 10 метров в секунду это и есть характерная скорость которая не может быть превышена но у нас есть небольшое судно то винт будет вращаться крупный но медленно если это какое-то небольшое судно или там катер винт может вращаться быстро чтобы концы его лопастей достигали такой скорости и вот это и есть наша базовая оценка на которой дальше все будет основано а теперь у нас пойдет простая школьная физика здесь я нарисовал условно винт корабля заметаемую ему площадь но этот винт создает поток воды который туда движется со скоростью в а соответственно возникает сила тяги f ну и я буду считать что скорость потока она такого же порядка что и скорость вращения лопастей винта это наше упрощение ну а теперь я воспользуюсь вторым законом ньютона в форме сила это изменение импульса за единицу времени какая у нас масса воды прокачивается единицу времени площадь винта на плотность воды и на скорость этой воды это масса а в импульсе еще и скорость у меня появляется еще вторая скорость здесь квадрат ну а следующий шаг я теперь через силу выражу мощность машины я должен эту силу еще раз умножить на характерную скорость и получаю соотношение с народ на в кубе а теперь мы немножко посчитаем и вот здесь у меня изображен авианосец класса немец у него радиус одного винта почти четыре метра ну находим площадь четырех винтов она составляет 180 квадратных метров и теперь по нашей формуле чтобы найти мощность надо эту площадь умножить на плотность воды то 10 3 и на куб рассчитанные скорости это еще 10 3 скорость 10 метров в секунду и мы получаем результат 180 мегаватт силовой установки а по данным википедии эта мощность составляет 194 мегаватта расхождение минимальное но вы можете сказать конечно что у меня так случайно совпало мне повезло поэтому я сейчас обращусь к совсем другому концу спектра и посчитаю по этой же расчетной формуле лодочный мотор и я возьму лодочный мотор вихрь радиус лопастей составляет 12 сантиметров соответственно заметаемая площадь сорок пять тысячных квадратного метра и по моей формуле мощность мотора вот эти сорок пять тысячных надо умножить на плотность воды 10 3 и на куб допустимой скорости это еще 10 3 получаем 45 киловатт но лодочные моторы их обычно в лошадиных силах и измеряют мощность это 60 лошадиных сил но вихрь как выясняется выдавал вовсе не 60 лошадиных сил а 30 в два раза меньше ну конечно порядок величины я поймал но все-таки получается что моя формула здесь кассит а ничего подобного дело в том что вихрь это ухудшенная копия немецкого лодочного мотора кёник который как раз 60 лошадиных сил и выдавал так что физика работает и тут вспоминается прекрасная история которую академик крылов рассказывает своих воспоминаниях о том что некий пароход который по расчетам должен был развивать скорость порядка десяти узлов развивал всего лишь семь узлов крылов попросил показать ему чертежи ему показали даже макет он его осмотрел внимательно и сказал обрежьте лопасти винта они слишком велики лопасти обрезали и действительно пароход стал развивать скорость девять с половиной узлов мы даже теперь понимаем почему так происходит а еще иногда рассказывается анекдот в этом месте но анекдот крылову не имеет отношения и это анекдот рассказывает про разных инженеров и математиков рассказывается он примерно так что некто пусть у нас крылов будет в этой истории выполнил вот эту работу и ему предложили оплатить ее он выставил счет на десять тысяч фунтов еще раз подчеркиваю не было этого не было это анекдот но спросили а за что собственно разложите нам по пунктам за что производится выплата и тогда он написал 10 фунтов за то что провел линию мелом на лопасти винта девять тысяч девятьсот девяносто фунтов за то что знал где ее надо провести а теперь пришло время нашего заключительного вопроса и в этот раз он будет таким у самолетного винта лопасти такие узкие а у корабельного такие широкие как вы думаете чем это обусловлено ваше соображение на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на youtube и Субтитры подогнал «Симон»